Среди разнообразия средств и устройств, облегчающих жизнь автовладельца зимой, несколько особняком стоят разного рода подогревы дизельного топлива. Почему особняком? Да потому что автомобили с дизельными моторами у нас покупаются людьми, очень хорошо соображающими, что такой мотор в Сибири зимой – это проблема. И проблема заключается в том, что наши розничные сети АЗС не всегда заботятся о нахождении в своих резервуарах настоящей зимней солярки. Поэтому опасность нарваться на летнее или так называемое переходное или переходное дизельное топливо в межсезонье и даже зимой очень даже велика. Подогреватели дизельного топлива – это, пожалуй, исконно русское изобретение. Точнее, уже белорусское, так как в современной России своего высокотехнологичного производства, ориентированного на массовый рынок, почти не осталось. А вот у братьев-белорусов осталось. И не обращайте внимания на несколько неказистый внешний вид некоторых подогревателей. Самое главное у этих изделий внутри, ведь в качестве нагревательного элемента в них используются термистеры. Это полупроводниковые приборы, сопротивление которых зависит от температуры. Если не углубляться в технические подробности, то это саморегулирующийся нагреватель, который безо всякой электроники сам по себе поддерживает заданную температуру. И который практически перестает потреблять ток, когда достигает этой температуры. Подогреватели дизельного топлива бывают трех видов. Во-первых, это подогреватели топливного фильтра бандажного типа. Бандаж – это изделие хорошо известное. То есть он используется уже давно. Его эффективность доказана временем. Такие бандажи еще делали сами. Наматывали проволоку нехром. А вот здесь мы видим фирменное изделие, хорошее, добротное. Обычно имеется несколько типоразмеров таких подогревателей, и они охватывают практически все возможные диаметры топливных фильтров. По крайней мере, на двухсотых грузах мы очень быстро подобрали подходящий по размеру. Да еще и полностью охватывающий корпус фильтра. Второй тип подогревателей – это проточные. Их название говорит само за себя. И наиболее рациональный путь их установки – это перед длинными обдуваемыми трубопроводами грузовиков или же перед топливными фильтрами. Ну и третий вид подогревателей – это те, что устанавливаются в баке в районе топливозаборника. И такие подогреватели… Должны работать при движении автомобиля, не только при запуске. То есть сеточку, которая находится в баке, надо подогревать постоянно. Бак же он ничем не прогревается от двигателя. То же самое и трубопроводы, идущие от бака двигателю. У грузовиков они длинные бывают, по несколько метров. И практика показывает, что дизель топлива именно в них замерзает, в трубопроводах. Их утепляют, отогревают. А тут есть хорошее, компактное, надежное изделие. Но если эти изделия используются для предпускового подогрева застывшего дизельного топлива, то возникает вполне логичный вопрос об энергопотреблении. Ведь в аккумуляторе должен остаться запас, достаточный для запуска двигателя. Потребление у него не очень высокое, 120 ватт, это 10 ампер. В течение 3-4-5 или даже 10 минут он хорошо отогреет топливный фильтр. И для аккумулятора это будет небольшая потеря. Тем более, обычно у дизеля аккумуляторы мощные, их подло стоит. Субтитры подогнал «Симон»